Друзья, всех приветствую сегодня на моем YouTube-канале. Меня зовут Алекс. Я веду свой канал из солнечной Калифорнии, которое нам очень-очень нравится. Сегодня сложное видео на сложную достаточно тему, о которой надо говорить, потому что я не хотела поговорить, молчала года два, а вообще больше. И я поняла, что надо, надо поднимать сложные темы, больные темы, которые действительно тяжело о них, просто тяжело. Но многие о них думают, многие переживают, молчат, потому что такие вещи как бы не принято говорить, не модно говорить, и боятся люди осуждения. Но я подниму эту тему, потому что я очередной раз наткнулась в Фейсбуке на очередной пост или публикацию, как это называется, на очередной срач потом внизу в комментариях, причём такой конкретный. И это постоянно, если бы это была первая, вторая публикация или десятая, ну я честно скажу, это уже сотая или пятисотая публикация в украинских группах. Да какая пятисотая? Это постоянно, это ежедневно. Ты как не зайдёшь в украинскую группу, ты кроме вот огромного такого вот негатива и срача, там ничего не увидишь. И самое интересное, что это отношение украинцев к украинцам. И поэтому тему, которую я затрагиваю, вот эту вот больную тему, это отношение нас к друг другу, нас, украинцев, к друг другу. Друзья, об этом просто надо говорить, потому что нельзя молчать, улыбаться и только вот одевать вышиванку, говорить на украинском языке, и всё у нас окей. Нет, я с этим не согласна, это не так. Поэтому покажу дальше очередную публикацию в Фейсбуке, в группах юфаюшников, которая меня поразила до глубины души. Но ещё перед этим расскажу пару историй. Недавно, друзья, нам позвонил знакомый наш тут, который тоже в Калифорнии, приехал по программе чуть раньше нас, там месяца на 2-3. И вот как бы обсуждали, как у кого дела. И он, конечно, сказал такую фразу в разговоре, которая меня зацепила, но она такая точная, вот точно передаёт сути происходящего. Что хуже украинца, никого нет для украинца. То есть вот такая фраза. То есть, получается, для украинца хуже украинца своего же нет никого. И в этом горькая правда, которая заключается в этих словах. Потому что у нас люди настолько в чём-то расчеловечились, они позволяют друг другу такой жёсткий хейт, причём коллективный и постоянно. Они совершенно не помогают друг другу, как есть это в других нациях. Вот я заметила, что те же греки, те же евреи, те же там... Любая нация, немцы, любая нация, люди в эмиграции особенно. Они помогают друг другу. Они вот как-то приезжает новый человек, и коммуна, какая-то община пытается ему помочь. Подсказать. Не обязательно даже финансово. Хотя вот я знаю, что евреи, они помогают друг другу очень хорошо. Это работа, это финансы, встроиться в какую-то ячейку общества. Я уже об этом молчу. Я говорю хотя бы о том, что морально поддержать, посоветовать по работе, по жилью. Вот какие-то этого очень мало. Это практически единицы. На самом деле единицы. И то, если ты в группе на том языке сказал, так сказал, там куча-куча вот этих вот таких моментов, и не дай бог ты сказал на русском языке в украинской группе, то это тебя просто порвут в клочья. Но даже не это. Вот даже не это. Вот меня еще поразил такой момент. Я часто читаю группы, где люди ищут спонсоров в Фейсбуке. Это специально созданные группы. You for You, помощь, вот где люди публикуют свои анкеты с фотографиями. Наша семья это делала тоже. Вот я читаю часто. Вот захожу, натыкаюсь на это и читаю потом комментарии. И я смотрю, что 90% этого человека обливают грязью, осуждают, хейтят жестко. Причем больше люди на украинском языке, к сожалению. Это правда. Это страшная, горькая правда, которую я сейчас говорю. Это наподобие, какого вы туда претесь? Вы что там, чего вы ни на фронте, ни в окопе? Вы там должны то. И там обзывания. И вот это вот все. Такой вот огромный хейт, который я просто поражаюсь. Я уверена, что, во-первых, не из окопа пишут. Во-вторых, многие пишут украинцы, которые давно живут в Америке. Давно. По 20 лет. От них осуждение чаще самое жесткое. Я расскажу про нас тоже. Мы столкнулись со своими знакомыми, которые знаем всю жизнь и живут в Нью-Йорке десятилетия. И они тоже с нами перестали общаться. И сказали, куда вы приперлись в Калифорнию? Дорогущий штат вы взводите через год. И просто наговорили очень много такого вот жесткого хейта. У вас война. У вас. У них они не украинцы. Окей. Но и просто заблокировали нас. Потому что мы имели право приехать, по их мнению, в дорогой хороший штат. Вы понимаете? И вот мы, как только мы переступили порог, как говорится, самолета в Калифорнии, в течение вот недели двух два человека нас сразу заблокировало. Украинцы из Америки. Просто за то, что мы сюда прилетели. И далее мы еще несколько знакомых потеряли тут же. Потому что слово Калифорния, она была таким вот чем-то... Я об этом не знала даже. Я вам честно скажу, я так не сужу. Я просто двигаюсь к своей цели, к своим мечтам. Если кто-то двигается рядом или лучше меня, я за него радуюсь, учусь и стремлюсь. То есть я всегда наоборот бы хотела, чтобы сюда приехало больше наших украинцев, больше моих друзей и знакомых. Чтобы у них все было хорошо. Я максимально постараюсь, чем я могу помочь. Потому что меня это будет вдохновлять. Вдохновлять успехи наших людей. Я буду понимать, значит, это возможно, значит, и я могу. Вот я такой человек, честно. Я знаю все мои друзья, я их тут вытягиваю. Говорю, пожалуйста, приезжайте. Давайте вместе тут прорываться, строить свое будущее, дружить, общаться. Вот я такой человек. Но я постоянно сталкиваюсь с жестким хейтом меня. Причем от даже знакомых, которые просто за то, что я имею право мечтать. Имею право, несмотря на то, что да, у нас там мы лишились денег, бизнеса, там всего. Я имею право там идти вперед. Вот за это я получаю там кучу оскорблений, блокировок и всего. Я уже, честно, ну мне вначале было как бы больно. Я сейчас к этому привыкла, я решила не обращать на это внимание. Это их личный мир. Так вот, это же самое вываливают на украинцы друг на друга постоянно. Видео, извиняюсь, будет долгим, но это просто наболело. Два примера. Вот когда в этой же группе люди размещают свои публикации о том, что мы ищем спонсора. Последний раз видела мама с тремя детьми, хочет уехать в Америку. Трое детей до маленьких, там, наверное, два, три, четыре года, я не знаю. Ну то есть, и она объявила о том, что ищет спонсора, выложила свою фотку с такими детьми. Что вы думаете? Нет, чтобы наоборот, я обрадовалась, выводят детей из войны. У детей будет будущее, у детей будет образование, у детей будут возможности, у детей будет хороший английский, у детей будет возможность жить в правовой стране. Ну то есть, в принципе, это здорово. Я когда вижу такие публикации, я радуюсь, что дети будут спасены из войны, из бедности, из нищеты, что их мама перевозит их в лучшую страну. Мама понимает, что она одна и с тремя детьми, это жёсткая ситуация. Но украинцы нет, чтобы поддержать и наоборот, постараться человеку посоветовать что-то. Поддержать, может, какими-то такими советами, может, даже у кого-то есть возможности даже как-то поспособствовать, принять эту семью, либо просто кто-то знает, как можно, вот какие-то программы для таких семей, многодетных. Ну то есть, я считаю, что нужно ради спасения людей лучшего будущего не искать, наоборот, вот, знаете, есть фраза, тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины. Я эту фразу с детства запомнила, и она очень точная. И вот нужно искать возможности, как помочь этой семье и поддержать её. Я прочитала 90-95% жёсткого хейта, куда ты прёшься, твои дети будут голодать, вы на помойке окажетесь, под мостами в люках, там где-то в палатках будете жить, вы там, ты такая тупая, ей говорили, ей там просто такой, и на украинском языке большинство, на русском тоже, и те, и те. Ну, украиномовных больше комментариев жёстких, прям таких, что ты должна там тоже чуть ли не в окопе, ты там, там столько хейта было. Я прочитала, мне прям, я реально прослезилась, я не могу такое читать, я не могу такое отношение. Я, конечно же, прокомментировала тоже там, и мне понравился комментарий одной девушки, вот из этого всего бедлама, буквально было там 3-5 комментариев адекватных, и эта девушка написала, что мы, когда приехали с маленьким ребёнком, об этом узнали люди, нам помогли с садиком, сам садик согласился бесплатно взять ребёнка. Кстати, я знаю кучу случаев, когда частные школы берут бесплатно, вот здесь, в Калифорнии, детей, у меня много знакомых детей, которые учатся в частных школах бесплатно, потому что им помогают. И это вариант для начала, поэтому садики тоже, бывает, на это идут. И человек конструктивно сказал, что если ставить цель, можно найти возможности. Вот такие должны быть комментарии. Хотя понятно, что ситуация очень сложная, будто одной маме в Америке, но опять она сказала, что у неё там муж вообще-то давно, то есть муж переехал первый, и всё равно её завалили хейтом. Я не понимаю, откуда в нас столько зла. Я просто понимаю, что возможно всё, что происходит с нашей страной, это вот последствия нашей культуры общей, коллективной, которую мы имеем, потому что столько разобщённости, столько негатива, с которым нужно что-то делать, нужно это признать. Первое, мы должны признать, что только вышиванка, которая у меня, кстати, сохранена от моей мамы, и мой рушник от прапрабабушек передаётся, но я не бегаю, оскорбляя людей и трясу этим рушником. Понимаете? У меня хранится Библия моей прапрабабушки, у меня всё это в родословная книга есть, но я не бегаю с этим, оскорбляя других людей. И вот покажу очередной вам такой момент, который меня просто, ну вот честно, меня он задел. Вот я показываю скрин, кратко комментирую, что украинка, которая тут живёт давно, как я поняла по фамилии, она, скорее всего, замужем за американцем, то есть вот этот шикарный дом, возможно, он купил. И вот она ищет себе помощницу, но предлагая, можно сказать, для меня, это рабские условия, рабские просто, она человека берёт в крепостные, из Украины по ЮФАЮ, то есть она предлагает определённые условия, то есть сделать документы, комнату и питание за работу этого человека, за то, что он будет работать с детьми, по дому, готовить еду и без зарплаты. Самое страшное, что это без зарплаты. Я вам сейчас покажу эту публикацию, она в открытом доступе, я её взяла из Фейсбука, как и взяла пару комментариев оттуда людей, потому что я увидела, что очень многие, да, осудили это, они написали, что здесь, если предлагаются такие условия, даётся зарплата хотя бы около 2000 долларов в месяц, потому что человеку, который приехал сюда по ЮФАЮ, с войны, нужно помимо комнаты и еды, нужно на что-то покупать элементарно, шампуни, средства гигиены, со временем купить машину, чтобы ездить в колледж, учить язык, нужно какие-то иметь деньги на какие-то расходы, минимальные, элементарные, там помаду купить или средства гигиены, и когда люди, которые здесь закрепились, украинцы, хорошо, нет, чтобы протянуть руку помощи, отнестись по-человечески, я часто вижу, как они предлагают вот такие вот, пользуясь, пользуясь трагедией, болью, они предлагают нечеловеческие условия вот для своих же соотечественников, для меня это подло, для меня это просто вот, ну для меня это жёстко, я просто понимаю, что наша нация во многом больна, я не боюсь сказать это слово, к сожалению, для меня это так, потому что если мы ставим во главе угла, допустим, язык, а не человеческое отношение к друг другу, и мы за этот язык готовы убить друг друга, мы готовы ненавидеть, троллить, уничтожать друг друга, или вот что-то подобное, но я это не принимаю, лично я это не принимаю, и я считаю, что не будет ничего у нас хорошего, пока мы будем вот такими, пока мы будем не помогать друг другу, сплочаясь, и когда понимаешь, что другой человек в тяжёлом положении, ведь у каждого может быть морально даже тяжёлое положение, не справляться ещё, нет, чтобы помочь человеку, мы будем его добивать, и ещё самый интересный момент, нельзя никому зарекаться, что будет у вас, мы все, вот я уже говорила в своих видео, мы все, не просто даже украинцы, да все люди мира, мы как клетки одного организма, мы связаны, мы дышим и выдыхаем один воздух, мы все связаны даже генетически, уже есть исследования, да вообще от нас, от друг друга зависит, вот от этих людей, как будем жить мы, от нас, как будут жить они, мы все вместе, и пока мы это не поймём, это ничего хорошего не будет, тут в эмиграции очень видно отношения людей друг к другу, и адекватных людей реально мало, реально мало людей, которые при этом, вот они сохраняют в себе вот эту силу, доброты, взаимопомощи, неосуждения, вот живут по той же Библии, можно так сказать, когда не суди, судим не будешь, вот когда вот эти какие-то вещи основные какие-то в людях есть, это уже неважно, неважно, на каком ты языке говоришь, хоть поёшь, и что ты носишь, ты можешь просто носить любую футболку всю жизнь, вот одеть футболку и всё, но ты будешь человеком, вот это очень важно, очень важно понимать, всем добра, пока.